Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы очень рады вместе с вами погрузиться в тайны Священного Писания и вместе обсудить то, что очень дорого и близко нашему сердцу, а что может нам быть ближе, дороже, чем рай, чем Царство Небесное. И вот возникает такой вопрос, а рай и Царство Небесное – это вообще одно и то же? Вот мы в книге «Бытия» читаем, как Господь творит мир, устраивает все для блага человека, так сказать. И там мы читаем, что насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Потом, конечно же, творится и Ева, и вот они творятся с телами, и дается заповедь о размножении, о том, чтобы люди плодились, размножались, наследовали землю, обладали ею. Во всем царила гармония, но ведь там же люди были в теле, потом они утрачивают рай, и когда Господь Иисус Христос уже спасает человечество, да, то мы говорим, что уже души спасенных попадают в рай. Ну как же так? Ведь там же вроде бы рай предполагал телесную жизнь, а теперь мы говорим, что вот молимся, чтобы Господь душу почившего поместил в рай, тогда как рай вроде бы он совершенно уже пестелесен, и может быть Небесное Царство – это совершенно что-то иное. Вот такой возникает вопрос. Ну, дорогие братья и сестры, вот что тут надо сказать? То, что Господь Бог изначально творит мир для того, чтобы земля срастворялась вместе с небом. Господь творит мир земной, но так, чтобы он был причастен Небесному. И вот вспомните, что первый человек, наш правотец Адам, он сотворен был из земли, да, он вполне земной, он взятый от земли, но при этом он творится дуновением Божиим и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. То есть человек изначально, хотя и сотворен из земли, он был причастен Небесному дыханию. По объяснению святых отцов, это есть благодать Святого Духа. И человек для того и был сотворен таким, он вроде бы из земли, но приобщенный Небесной Благодати, чтобы все мироздание, материальное, земное мироздание, оно приобщалось Небесному. И, собственно говоря, рай, это и был такой вот, как сказать, ну как участок, как некое вот такое сокровенное место, как некая обитель неба на земле, так скажем. Рай, согласно святым отцам, согласно святителю Игнатию Бринчанинову, это такое вот место, как святое святых на земле. Когда мы вот приходим в храм, мы видим алтарь. Храм, он весь свят, но алтарь еще более свят. Это святое святых. И алтарь всегда немножко возвышается над общим пространством храма, ну на одну ступеньку, там Салия, Амвон, и дальше вот алтарь, он всегда немножко выше. Вот так и первозданный мир, это и был своего рода такой храм, в котором абсолютно не было ничего злого, дурного, никаких страданий. И смерть и тление не господствовали в мире. Животные не поедали друг друга. Это было что-то совершенно иное, то, что нам сейчас непонятно. Не было никакого вот этого естественного отбора, где одни уничтожают других, кто-то живет за счет другого, отчаянно там борются, слабейшие погибают, весь мир страдает, и какое же здесь райское счастье и блаженство не наблюдается. И вот первозданный мир, он, как сказано в Священном Писании, Господь увидел, что он создал, и вот хорошо весьма. То есть мир первозданный, это был своего рода Божий храм, который преисполнен божественного света, божественных благ, где никто не уничтожает друг друга, нет никаких проявлений хитрости, лукавства, подлости, обмана ни в мире животных, ни в мире людей. И сами стихии умиротворены, вот как об этом говорил преподобный Макарий Египетский, что когда Господь сотворил весь мир и ввел в этот мир человека, то его ни огонь не жег, он не мог утонуть в воде. Если бы он, ну скажем так, попытался бы спрыгнуть со скалы, то он не мог бы разбиться, ему никакая стихия не могла причинить вреда, ни землетрясения, но, собственно, всего этого и не было в том вот райском первозданном состоянии мира. И посреди вот этого первозданного Божия храма Господь устрояет рай как бы святое святых на земле, алтарь первозданного вот этого храма, и вводит туда человека как священнослужителя, как того, кто является проводником божественной благодати. И посредством Адама весь мир должен был восходить к обожению, конечно, в лице человека, ибо только человек призван вот к этому таинственному, сокровенному единению с Господом, обожению. Но посредством человека весь мир должен был все более и более просиять божественным светом. И в этой связи святые отцы, они говорят так, что рай, да, это было вполне такое вот обустроенное место на земле, которое даже в вещественном смысле находилось выше остального мира, ну как бы вот на возвышении, как на неком холме или на горе устраивался рай. И при этом рай, как алтарь первозданного храма земли, как святой святых, рай, он совпадал с первым небом. Потому что помимо вот нашего земного мира, есть еще и мир небесный. И мир небесный тоже имеет свои сферы. Мы знаем, что апостол Павел восхищен был до третьего неба. И вот читаем мы об этом в его втором послании Коринфянам, где он говорит о себе в третьем лице. Он говорит, знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, в неле тело не знаю, Бог знает. «Восхищен был до третьего неба». То есть не просто есть вот одно небо, а есть и второе, и третье небо. А мы знаем, что есть и даже небеса небес, и есть высшие небесные силы, херувимы, серафимы, которые перед престолом Божиим воспевают славу Пресвятой Троице. А есть и та, которая честнее херувим и славнее серафим, то есть Пресвятая Богородица, которая даже выше их и ближе всех ко Господу. И вот апостол Павел продолжает, «И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». То есть в данном случае апостол Павел, как мы видим, он говорит о восхищении даже до третьего неба, но в том числе он говорит, что он был восхищен в рай. Вот рай, как святитель Игнатий как раз объясняет, и некоторые другие святые отцы, это и есть первое небо. То есть это самое возвышенное, в первозданном мире, это была самая возвышенная часть земли, которая совпадала с первым небом. И таким образом вот не было такого строгого разделения мир небесный и мир земной, а они соединялись, потому что это все было Божие творение, и во всем царствовала Божья благодать, Божья любовь. А человек, он как бы вот, ну такой, отчасти мы говорим, как бы центр мироздания, некое пересечение миров небесного и земного. То есть вот в человеке есть душа и есть тело. Он создан из земного, но в нем небесное дуновение, благодать Святого Духа, и поэтому он и вводится в рай тоже, как место пересечения земли и неба. Рай – это как алтарь первозданной земли, и в то же время это первое небо, в котором обитают бесплотные ангелы. Поэтому, конечно же, Адаму сослужили ангелы, ну если так вот говорить нашим языком. Вот, и в этом смысле можно говорить, что Адам – это был таким вот уникальным человеком, и вообще человечеству предназначался уникальный путь. Да, им даны были тела, они должны были неизреченным, непонятным для нас способом размножиться и наполнить землю. Вот, но на этом их путь не останавливался бы, потому что люди призваны к вечности, и для этого Господь и дает им такую вот задачу непрестанно восходить и обретать обожение в Господе, а Господь, Он бесконечен и вечен. Это путь совершенствования безграничен, необъятен и бесконечен. Вот в этом смысле то, что мы читаем в книге Бытия, там рай – это именно самое святое место на земле, которое соприкасалось с небом, с небесным ангельским миром. И вот когда люди уже утратили рай, когда они разорвали свое общение с Господом, поверив лукавому совету змеи, то что происходит? Происходит вот это разделение строго вот на земное и небесное, где земное уже подпадает под соблазны дьявольские, и тут много уже греха, много всякого зла, и поэтому всякие несправедливости царят в нашем мире. Но мир, он еще отражает отблески первозданной райской гармонии отчасти. И все мы тоскуем о рае, и это тоска о небесном, потому что наша тоска о рае – это не просто тоска вот о каком-то саде прекрасном, красивом, да, где птички поют. Это все и было, и есть. Но самое главное – это тоска о небесном, потому что рай изначально – это было именно приобщенность земли к небесному царству. А так как все это уже разрушено, то Господь приходит в наш мир, страдает за человека, побеждает смерть, воскресает, и поэтому он и говорит благоразумному разбойнику «Ныне же будешь со мной в раю» в том смысле, что людям теперь через крестные страдания Господа возвращается небо. Вот если ты уже попадаешь на небеса, то ты и обретаешь этот первозданный рай. Да, земля еще страждет, она еще в таком вот разрушенном состоянии, но человек уже вводится во святое святых в духовном смысле, туда, где обитают ангелы, где человек может созерцать неприступный божественный свет. И в этом смысле как раз Господь Иисус Христос говорил ученикам о Втором пришествии, да, что он скажет «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть вот это вот царство, царство небесное, оно и было уготовано от начала творения, создания, потому что тогда Господь уготовил людям рай, а в раю и было уже приобщение небу. И теперь нам возвращается эта приобщенность небесному царству, если мы, конечно, будем жить соответственно и творить не дела дьявола, а дела Божьи. И, собственно, человек приобщается к царству Божию еще здесь на земле, когда в нем, в душе человеческой не грех и страсти греховные царствуют, не всякие скверные мысли, лукавые пожелания, злоба, подлость и прочие самые страшные вещи, потому что это все царство дьявола. А вот когда в человеке царствуют добродетели, любовь, смирение, кротость, и это и есть начало царства Божия уже здесь на земле, созидаемое в душе человека. И как только он разрешится от тела, то в нем и проявится, что он оказывается уже своим сердцем приобщен этому царству неба, небесного, светоносного царства. И поэтому Господь его туда и принимает. Так что в этом смысле царство небесное и рай для нас тождественны. «И Господь и говорил, что я иду уготовить вам место, ибо в доме Отца Моего обителей много». То есть это все приготовлено для людей, это преизобилие нескончаемого блаженства, в котором человек вкушает от Божьих благ, Божьей благодати. И мы не можем даже понять и осмыслить всего того, что Господь уготовил людям. Вот апостол Павел, мы его привели в пример, что он говорил о себе, что он восхищен был до третьего неба и был в раю, согласно святителю Игнатию, это первое небо. Так вот, он уже основываясь на своем личном опыте, говорит, что не видел того глаз, не слышал того уха, и на сердце не приходило то человеку, что приготовил Бог любящим Его, а нам это открыл Бог Духом Своим Святым. Вот так говорит апостол Павел о самом себе, потому что он действительно лично это испытал, будучи восхищен в небесное селение. И вот это и вернется все людям, потому что зло упразднится, грех будет иметь пределы, а Божья любовь, Божьи блага не будут иметь конца и предела, потому что безграничен, бесконечен и необъятен сам Господь Бог. И в первозданном смысле рай тоже будет восстановлен, когда в конце времен Господь преобразит наш видимый мир, и тогда вновь небеса и земля соединятся, вступят в эту удивительную чудную гармонию, где не будет уже никаких страданий, никаких слез, никаких кровопролитий, никакого хищничества, и в том числе в мире даже вещественном тоже восстановится вот эта божественная райская гармония, так что не будет уже никто никого уничтожать, и смерть отступит, ибо Господь есть жизнь, а в будущем Господь и восстановлит вот это райское единение, ибо Он приобщит весь мир своей божественной благодати, и будет Бог всяческое во всем, как сказано у апостола Павла. Вот это и есть причастие вечной божественной жизни. Единственное отличие здесь еще упомянем, это то, что, конечно же, в том будущем небесном царстве и восстановленном рае на земле уже не будет, конечно же, вот наших таких тел, как сейчас, и способности где-то рождения уже не будет, ибо люди станут выше этого. Уже исполнятся все судьбы о мире, и все, кому суждено было родиться и пройти земной путь, они придут и осуществят это, ибо все включены в Божий промысел, никто не забыт, а в будущем небесном царстве и рае восстановленном. Там воскреснут люди в своих телах, но тела это будут преображенные по образу тела воскресшего Господа Иисуса Христа, который уже выше телесных чувственных потребностей, нет нужды уже в продолжении рода, нет уже никакого физического утомления, и вот таким образом людям открывается путь к бесконечному единению с Господом, что мы называем обожжением. Вот дай нам, Господь, всего этого прикоснуться, конечно, если мы сподобимся небесного царствия, мы сможем лучше понять, что же такое рай, каковы его блага, что он приносит не только душе, но и телу человеческому. Со временем это откроется человечеству, ибо и тела будут воскрешены, и люди самым делом вкусят это и познают. А сейчас нам самое главное – не лишиться райских небесных обителей, в чем да поможет всем нам Господь. Храни вас, Боже, дорогие братья и сестры!